привет друзья меня зовут Лошкарев Андрей это проект все по уму настройки я продолжаю строить дом из газобетона и сегодня у нас 19 20 и уже конец 21 дня стройки я поднялся наверх значит у нас второй этаж вырос за три дня на пять на пять рядов вот так выглядит у нас второй этаж сейчас вот у нас есть прорези под окна вот здесь у нас два окна есть около лестницы окно значит и чтобы понимали что это малый контур то есть у нас мы когда первый этаж делали у нас было видите кладка еще в прихожей веранды там у нас второго этажа не будет поэтому кладка ведется у нас по малому контуру то же самое сейчас я здесь котельная вот видите котельная поэтому за три дня у нас пять рядов здесь и выложим значит по поводу кладки кладку ведем мы на зимний клей вот греем воду как я говорил в предыдущих сериях значит греем мы воду от 40 до 60 градусов и где-то за сколько ты ведро клея вырабатываешь по времени 15 минут за 15-20 минут вырабатывается ведро клея и человек опять идет и замешивает уже новую порцию то есть где-то я видел кто-то мне говорил что нужно какие-то контейнеры такие из пенопласта покупать из-под рыбы а люди покупают такую упаковку из-под рыбы пена из пенополистирола из пенопласта и настройку замешивают вот в эти вот такие вот термос и раствор закрывают и ведут здесь клад у нас место где мы замешиваем клее ну где у нас водогрей там все это дело близко поэтому я не стал заморачиваться покупать бадью такую утепленную то есть с ведром человек сбегал замесил себе теплого клея водичкой тепленькой разбавил все пришел вот 15-20 минут выработал и все по поводу каких-то технических сложностей сказать сложно такая единственная техническая сложность это но от бегать замешивать клей 2 это естественно холод он как-то вот людей не знают демотивируют что ли то есть холодное время я смотрю не очень большое удовольствие у рабочих работать поэтому мой совет не затевайте стройку в зиму вот вот может быть у вас такая же ситуация как у нас что надо надо закончить вот в этом случае да а вот если вы хотите осенью начать построиться и там за месяц за два в принципе можно построить но если осень будет холодная то качественно вам вряд ли сложит потому что но ребята мерзнут мерзнут ветры ветер здесь их продувает да никогда несут блок они вроде жарко тепло а когда они начинают мазать клей там ставить там пилить что-то еще что-то подчесывать то есть человек остановился все сразу остыл и вот кстати очень быстро люди простужаются и заболевают то есть день два три поработал на холоде все соплями слился поэтому вот такая техническая есть сложность значит мы ведем здесь вкладку на втором этаже сейчас я вам покажу как мы поставили здесь поддоны с газобетоном снизу ничего не таскаем все поставили сюда наверх где-то два-три дня назад нет дня четыре назад мы заказали газобетон нам привезли новую партию и поддоны нам подняли прям сюда на второй этаж вот вот таким вот образом они стоят сейчас подойду поближе брака очень мало практически нет то есть но вот смотрите все 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 блоки они целые короче брака практически нет вот не знаю что с ними случилось может быть нам тогда не повезло просто-напросто но сейчас газобетон идеальный и вот нам гидроманипулятор поднял это все наверх вот ребята здесь вот вырабатывают поддон вырабатывают поддон и по полету вкладывают между лак видите по полете потом ходят вот видите то есть полеты они идут в дело вот без проблем можно здесь спокойно передвигаться сейчас я по отойду подальше покажу как вообще организована площадка вот ведется клейка блока укладка блока как видите совершенно спокойно здесь можно передвигаться без проблем сейчас когда стены подрастут будем делать леса козлы ставить чтобы можно было блок укладывать уже выше человеческого роста потому что ну блоки уже поднимать тяжело кладка блока второго этажа как вы понимаете происходит точно так же как и кладка блоков первого этажа абсолютно нет никакой разницы была заморочка с армопоясом что он кривоватый и нужно было выровнять но это та же самая ситуация что из фундаментов когда мы первый ряд блоков выкладывали на фундамент и точно так же выравнивали все а дальше идут ряды как и на первом этаже с промежуточным армированием каждый третий ряд у нас армируется армируется точно так же как на первом этаже видите утапливаются здесь еще ведется кладка утапливается арматура вот короче армирование происходит точно так же как и на первом этаже вы видели как она делается все друзья больше вам тут показывать особо интересного нечего поэтому я свой репортаж заканчиваю если у вас есть какие-то вопросы по поводу кладки второго этажа задавайте но как вы видите я еще самом начале наверно месяца полтора назад говорил что стройка это не очень сложно а точнее очень простое занятие и вы я надеюсь кто меня смотрит уже давно ну хотя бы месяц видят что строительство она лишь кажется сложным и каким-то трудным на самом деле очень много простых повторяющихся действий и есть какой-то интерес вот ну смотреть как это делается на первом этаже а потом все по образу и подобию делается и уже собственно и даже рассказывать нечего ну а друзья продолжаем строить не знаю когда я сюда приеду что вам показывать ладно просто по факту что там возведу вырастет еще стена а как мы с козлов будем делать как будет организован труд рабочих на высоте вот это наверное я вам покажу но это будет наверно дня где-то через два через три вот все пока так задавайте вопросы если вам что-то непонятно с вами был андрей лошкарев пока а Продолжение следует...